Во вторник Пентагон наконец объявил, что министр обороны США Ллойд Остин находился в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей после декабрьской хирургической процедуры по лечению ракопростаты. Раскрытие информации произошло спустя почти две недели, в течение которой министерство обороны столкнулось с негативной реакцией общественности по поводу сверхсекретности окружающего местонахождения Остина. Причем, как утверждает Белый дом, даже Джо Байден несколько дней оставался в невидении. Вот в прошлую пятницу Пентагон сообщил, что Остин был госпитализирован, но отказался сообщить причину госпитализации. Госсекретарь Остин продолжает хорошо выздоравливать и остается в хорошем настроении. Он находится в контакте со своим старшим персоналом, имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи, продолжает следить за операциями Министерства обороны по всему миру. Остин, которому 70 лет, сидит чуть ниже Байдена на вершине командной цепочки в вооруженных силах США. Его обязанности требуют, чтобы он был доступен в любой момент, чтобы отреагировать на любой кризис национальной безопасности. Его подход к ситуации оказался грубым нарушением протокола для высокопоставленных чиновников Кабинета министров, которые обычно заранее должны информировать общественность о запланированных медицинских отсутствиях и определяют, кто их заменяет в этот период. Остин, возможно, также нарушил и внутренние протоколы Министерства обороны США. Официальные лица заявляют, что проводят полную проверку инцидента, чтобы определить, как можно предотвратить будущее нарушения. Представитель Совета национальной безопасности Байдена Джон Кирби во вторник столкнулся с вопросами о том, как Байден, который собирается баллотироваться на переизбрание президентом, вообще не знал даже о заболевании Ллойда Остина и, в общем, о причинах госпитализации своего министра обороны, которого назначил. Президент знал, я думаю, уже пять дней, что госсекретарь находится в больнице, но ему не сообщили истинной причины почему. До прошлой пятницы ему не сообщили, что госсекретарь Остин находится в больнице, а до сегодняшнего утра ему не сообщали, что основной причиной госпитализации был рак простаты. Тем временем Пентагон заявляет, что Белый дом даже не знал о первоначальном декабрьском лечении Остина, которое первоначально называлось плановой медицинской процедурой. Некоторые видны, республиканцы, в том числе 45-й президент Дональд Трамп, призвал отстранить Остина от должности, но на данный момент администрация Байдена придерживается мнения оставить Ллойда Остина на посту министра обороны. Планирует ли президент оставаться с госсекретарем Остином на конца срока? Да. Между тем, Белый дом во вторник сообщил в меморандуме, что администрация проводит проверку протоколов кабинета министров по делегированию полномочий.